Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать на очередном разборе урока в субботнии школы. Сегодня, дорогие друзья, мы вместе с вами продолжаем исследование послания апостола Павла. Название послания урока, который рассматривали Иисус, податель покоя и памятный стих, 4 глава, 9 стих. Почему для народа Божьего остается субботством? Ну, я думаю, один вопрос зададим в зал. А что мы вкладываем в само слово «покой»? Что именно мы подразумеваем по слову «покой»? Если брать физический мир, то все движущиеся, стелиться в покое. А что мы вкладываем в слово «покой»? Так, наши гости из Кировограда что вкладывают в понятие «покой»? Как они в Кировограде понимают? Что такое «покой»? Прежде всего, это остановка в жизни, от всякой суеты, прийти на место поклонения и вождать Богу славу. Так, если общее понятие – остановка, да? Остановка от всего мирского. Отойти от всего, что нас окружало в течение всей нашей прожитой недели. От обычной этой суеты, прийти к Богу и с умеотворением, спокоя. Спасибо большое. Так, Кировограде так понимает, что такое «покой». Жанна Александровна, как вы понимаете, что такое «покой»? Славка, как у нас находится в «покое»? Ну, тоже так понимает, что человек должен остановиться на своем пути и подумать, туда вот так живет или не так, с Иисусом или без него. И когда мы с Иисусом, конечно, на душе у нас наступает покой. Значит, это немножко больше, чем остановка от работы? Ну, да. А скажите, ну, если на душе нету мира, это будет помочь? Нет, конечно. Если на душе я ощущаю, что грехи меня те гортят, может быть, помочь? Потому что намного больше. Я думаю, что следующий текст, который нас направляет – «Ибо кто вошел в покой?» Его покой во Христе Иисусе, тот и сам успокоился от дел своих, от трудов своих, как и он в самом начале от трудов своих. Это направляет нас, случайно, к субботнему дню, не так? К субботнему дню. Но как случилось, то крестьянство, как таковое, вместо субботнего покоя, вместо того, чтобы святить святой субботний день, как было изначально, сегодня претендует, претендует и утверждает, что необходим другой покой, не субботний, а, в частности, воскресный. Как это произошло? Как это случилось? Спасибо. Вопрос действительно интересный. И сейчас мы вместе с вами делаем очень маленькое историческое путешествие в историю субботы. И посмотрим, как действительно суббота, как уже почерпнулся в Ансиме, в Божье заповедь, сегодня оказалась забыта большим звук христианского мира. Итак, апостольский период – суббота, как день поклонения Евгений. Христиане первого века, четко следуя Божьему заповедь, строго соблюдали субботу, как день Господня. Все церкви по всему миру совершают святые каменства. Первые христиане испытывали великое правдоление перед субботой и проводили день в поклонении по уповедям, и, вне всякого сомнения, они взяли это от самих апостолов. Христиане, обращенные из язычников, также соблюдают субботу. В соблюдении священной субботы они также следовали заповеди и церкви. Крупнейший ученый, специалист по церковной истории доктор Хэмерс Третт пишет, до II века нигде не встречается свидетель ежедневного празднования христианского воскресенья. Первые упоминания в этом столетии идут из Александрии и Рима, где раньше всего было отвернуто соблюдение субботы, 7-го дня века. Даже католические ученые отмечали, что первые христиане святили субботу. Первые отступления о заповеди от субботы стали отмечаться, начиная со II века и XVI. Это было обусловлено, в частности, теми гонениями, которые римские императоры стали обрушивать на Иерудея, и под которые порой попадали и христиане, которых римские враги из-за празднования субботы считали одним из направлений и украинцев. И вот вследствие этого епископы Рима идут на компромисс, якобы для того, чтобы уберечь пасху от гонений, а не отказываются от проведения богослужения субботы. Христианам было теперь легко затеряться среди множества языческих римеев, так как все они почитали воскресенье как День Солнца. Кроме того, День Солнца в воскресенье считался одним из важнейших государственных хорейских праздников, и поэтому, чествую его, христиане были освобождены от преследований. Однако первоначально воскресенье праздновалось не раз в неделю, а только раз в году. Это отступление, вызванное недоверием Богу и слабом человека, перед человеком вошел в пантефикат Папе Сикса всего через 15 лет после смерти последнего из апостолов Христовых рамок. Проходит чуть более еще 50 лет, и при днем из премников Сикса Папе Виктории воскресенье празднуется уже каждую неделю, окончательно войдя в западное христианство и заменив Библейскую субботу. Но и после этого в субботу продолжает светить значительное число христианских церквей воинской империи. Принципиально ситуация начинает меняться только в IV веке, когда в 313 году власть воинской империи получает Константин, овалный галактический палец. Дело в том, что отец Константина был ревным поклонником непобедимого солнца. Поклонение непобедимому солнцу, не подразумевая отвержение других богов, было поклонением высшего существу, символом которого было солнце. Проводившиеся Константином политика показывали, что в его глазах непобедимое солнце и христианский бог не были уж так не согласен. Возможно, ему казалось, что их можно считать выражением одного высшего общества и что другие боги, хотя занимающие подчиненное положение, тоже вполне реальны и обладают определенной силой. Поэтому при срочи он обращается за советом Харакула Аполлона, приняв титул первого священника, который традиционно был прерогативом императора и участвовал в разного рода языческих порядок. Император Константин Великий был мудром политикой, и он прекрасно знал, что большая его часть поддана в языке, и что они не смогут принять причины государственного масштаба, приведшего его самого к идее принятия христианства, как государственная религия, которая уже устала от гражданской войны и которая была неоткатой. И поэтому, с одной стороны, нужно было срочно принимать христианство, как ту религию и идеологию, которая могла цементировать вследствие своей наднациональной значимости распадающиеся части римского государства, а с другой стороны сделать так, чтобы осталась довольная языческая часть римского государства. И при этом давая им христианские имена. Примечательно также, что эти моменты коснулись и четвёртой ложки заповеди «Заповеди о субботу». Примечательно, что на монетах, чеканившихся вплоть до 320 года, изображались имена и символы языческих богов наряду с монограммой Христа. Это показывает полное смешение, которое было во вне императорской церкви. Нам хорошо известно, и мы уже говорили, что христиане как отецского, так и с минусского периода в церкви, то есть христиане с 31 по 313 год, они слово соблюдали четвёртую ложку. Но Константин решил изменить это. В первые века империи, когда христианство ещё не вышло из приниженного состояния, в государстве и обществе в первые 9 недели предназначался для древнего пульта Солнца, который со временем превратился в историю сооружения всемирного спасения. Это был особый день, следы которого остаются практически усердно на уровне земли. В 30 веке императорские власти пытались спротить вокруг пульта этого Солнца своих отдых, но это им не удалось. И тогда они решают соединить понятие «дня Солнца», очень популярное в соединительской части России, соединить с понятием «дня Господня Христиан». Но и здесь, что примечательно, это то, что даже после этого, пишет даже артистический главе Солдонии, большинство верующих продолжало святить Солнцу. Примечательно также то, что когда император Константин осуществляет вот это соединение, принимая День Господний, он не принимает заповедь о субботе как таковую. Он просто берет День Господний в своей цепи, что день посвящен христианскому Богу, и переносит его на первый день недели воскресенье, с той целью, чтобы было довольно и языческое население, остался для них привычный день, и христианское население, вроде бы, это упоминание о Боге. Но также весьма примечательно, что вот это упоминание о Боге, которое, вроде бы, идет после иконы Константина, оно тоже было весьма относительно, поскольку в понятии Бога Константин всю адову даже не столько и сколько христианского Бога, сколько идей бывшего Бога вообще. Это хорошо видно из его указа. И вот в 321 году он публикует следующий указ. В достопочтенный День Солнца все местные суды, суды, жители живущие там, должны покоиться, и все мастерские должны быть закрыты. Однако сельская местность в периоде, занятые сельским хозяйством, могут свободно и законно продолжать свои работы, так как часто случается, что другой день не подлежит для посева зерна или насаждения виноградных волос. И если укусить подходящий момент этот день, благословение неба может быть потеряно. Таким образом, мы видим, что он этот день называет достопочтимый День Солнца. Для него это в первую очередь был День Солнца. Это соединение традиционно-язычного праздника с вознесением непонятных молитв к неизвестному Христу вызвало среди язычества замешательства. Язычники просто решили, что в силу своей, жреческой, первосвященнической власти, как пантехик с Максом и Константин рвел новый праздник. В 1924 году император Евгений Ухас предписал всем войнам, поклоняя царю Богу в первых День Солнца. Но это был также День Непобедимого Солнца, поэтому язычники и имители в первых День Солнца. Так четвертая заповедь Божьего Закона была заменена языческим Днем Солнца. В крупнейшей истории христианской церкви доктор Филик Шах пишет, «Константин велел соблюдать воскресенье не под Эминем субботы или Дня Господня, а под старым астрологическим и языческим названием День Солнца, хорошо известным его подданным, так что закон относился и к поклоняющим Сиделку лесу, и Аполлону, и Митре, а не только христианам». Ибо для Константина, как мы уже сказали, не имел принципиального значения, в какой день будут праздновать, и в какое значение будут вкладывать в этот день верующие, его нужна была смешанная переведение общей идеологии. Примечательно также то, что после Константина суббота начинает уже на согласии села. И очень именно жесткие законы против тех христиан, которые продолжали соблюдать субботу, осуществляются в 364-м году на Валерийском соборе. Вот что говорит постановление этого собора. «Иудеи оказывают честь в субботу, прекращая свои дела, потому что это им предписано Верхним Законом, а принявшим более совершенный евангельский закон, запрещено соблюдать предписание несовершенно. Посему и запрещено верным быть праздными в субботу, как дело иудейское, иудействующим правилам определяет анафему от Христа, то есть быть отоученными и отделенными от Христа, а быть праздными заповедуют в день воскресенье, воздавая честь этому дню на Лаве воскресенье Господа. Но Павел присылок ухляла, а щенок, а гражданский закон требует непременного приглашения дел в воскресенье, исключая земледельцы. «Ибо всем дозволяет работать и в воскресенье, потому, может быть, что они, принято настоятельности работ, могут не найти другого такого дня. Христианин должен быть свободен от дел не в субботу, но в воскресенье, ибо христианин неудействует, если остается праздным субботом. Поэтому он должен работать в этот день, а праздновать наследие. Таким образом, мы видим, что людей, которые продолжали соблюдать четвертую этапу изобретения, и Государственная Церковь предавала она. Но даже она, мы видим, перенося в праздник на первый день недели, делали в момент, что многие люди, в частности, земледельцы, а земледельцы, когда составляли до 90% в воскресенье с населением селегии, могут работать, если этого требует сельская хозяйка. Последующие соборы, в частности, при императоре Феодосии I, при императоре Феодосии II, последующие Маконский соборы, Нархонский соборы, говорили четко о том, что необходимо верующим соблюдать только воскресенье, и те, которые соблюдают в субботу, подлежат отручению. Папа Ильский Григорий I уже в конце VI века пишет, «Мне стало известно, что определенные люди с завидным уколством распространяются среди вас учреждения, искажающие и опровергающие святуристы. Так они прекращают что-либо делать в субботу, как не назвать таких, если не полоназвестниками ». То есть мы видим, что еще в VI веке значительная часть первущих продолжалась в субботу, в субботу, хотя правящая церковь их называла не темнику, а пособниками антих. Важно отметить, что церковная суббота открыта, изменяя чемпионную заповедь закона Божьего, ставив место субботу, воскресенье, в силу и принуждают святителями. Вводят бесчисленное количество церковных праздников, мигелируя, тем самым, понятие Дня Господня данного закона. Обрушивают гонения с использованием светской власти на тех христиан, которые продолжают святить в субботу, как часть Божьего закона. Профессор Деисперов, один из столкнейших директорных специалистов, отмечает, что решения, которые принимались на этом соборе, принимались людьми, мягко говоря, бесчестными. Примечательным также является то, что ранние отцы церкви, такие как Пантер, Макарий, Епифаний, Аргустин Боложенный, заседающие на соборах, в своих трудах не звергая субботу и восхваляя язычески по своему происхождению в первые третьи недели, не считая воскресенье четвертый этап. То есть, они не только переносы, но они вообще как четвертую закон, они ее не воспринимают. Таким образом, историки однозначно резюмируют, что отцы церкви забывают, что четвертая закон, которая, по сути, есть именно освещение одного из людей, является неизменным закон. Таким образом, мы видим, что на протяжении истории, на протяжении фактически 500 лет, значительная часть верующих под нажимом государственной правящей церкви отступает от субботы. Суббота заменяется языческим просмотрением сути, атрибутики Днем Солнца, который сегодня большинство языков продолжает название воскресенье, Санта, и только в русском языке идет ассоциация воскресенье с воскресенье. Но, как мы уже говорили, дорогие друзья, покой он не ограничивается только понятием субботы. И интересно, что в посрании евреям, мы говорили, это посрание нарисовано было евреям, которые приняли Иисус Атриста, апостол Павел начинает делать акцент на субботу. Но, где-то промоканное, но героям, которые вышли из Иудейства, им не нужно было много говорить о субботе. Они были не согласны с Божеством, им было, точнее, тяжело это принять. Им было тяжело принять вопросы оплавдания евреям, но в субботу в них были оплавлены 30 минут, что, но в субботу, как ближайший евреям, покой евреям, которые они соблюдают. И вот, посрание евреям, то есть, лицам еврейской национальности, которые принимают Христа, апостол Павел начинает обосновывать и говорить о важности субботства, как каталога. И вот, поэтому, давайте в наших классах, как мы понимаем выражение, как войти в покой на Иисуса Христа и как мы вообще понимаем понятие субботства. Что это такое? Вопросы нашей классы две минуты, пожалуйста. Иисуса Христа по смеху. Здравствуйте. Здравствуйте. Первое, конечно, это помнить о заповедях Божьих и соблюдать, так сказать, читая Библию, понимать, что сделал в своей жизни, в своей жизни, как вел себя Христой, во-первых, быть похожим на Него. Это первое такое. А Христос, когда мы о нем читаем, он говорит, как обычно, в день субботний он где был, он был знакомый и проповедовал. Как раз речь идет о том, что Бог в лице Иисуса Христа не отвергал в субботу. Он говорит, я пришел не отменить закон, а исполнить закон. Поэтому мы считаем, что вот этот вопрос о переходе ну, когда вот встречный переход на воскресенье, ну, мягко говоря, неправильно подан и неправильно сделан, потому что мы читаем и в ветхом завете, но в завете, что суббота это одна из главных заповедей Божьей. спасибо большое. Первый мальчик ваш раз, пожалуйста. на суббота на столе в субботу, в субботу, Мы все подставляем, мы будем спокоиться и соединяемся с Господом. Через что? Через Борис, через Его Слово, через общение друг с другом. Вот это покой. То есть настраиваем себя на другую волну. Да, мы настроены, но этот день есть особенная волна. То есть покой – это соединение ближе, а можно сказать, полностью соединяется с Господом. Все осталось. Спасибо большое. Павел Павлович, скажите, вот действительно слово «войти в покое Христа» означает только суббота. И может ли вот быть такое, я себя тоже сейчас наклоню, как и у человека, всю неделю бедаешь, 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 и потом суббота. Можно ли сразу вот войти в покое? И о каком виде покоя здесь идет лишь только о субботе или здесь что-то идет только о субботе? И в третьей главе Русландия Евгения Четвертая на то, что Павел говорит христианам и приводит историю Веткого Совета. И что интересно, и повторяет слова «исчист» и вновь там выражение «они не возьмем покой мой». Интересно. Ну, я беру от самого начала. Истинный покой в Едеме имел Адам и Ева до Финкопаде. Это был истинный покой. Не было и теми греха. Они встречались с войцом. Творец раскрывал перед ними красоту всего творения. Но вот Адам не послушался, что грешил. Что он грешил? Покое. Покое. Увидел себя, что что-то не так, спрятался, убегает от Бога. И он побежал до Бога. От Бога. Любой грех угонит нас от Бога. Господь пришел к нему, и чтобы решить проблему его, он привел в действие фактически план спасения. Чтобы дать истинный покой Адаму, прощение, мир, была принесена жертва. Человек одет в эти одежды, и в какой-то степени он в Боге получил решение своей победы. Поэтому покой позитивский, его покой в Господь, покой в Господь, покой в Господь, уже изначально в Едеме. Народные израильцы были, Господь был рукой сильным. И в какой-то степени согласились, что это город Абрама, Айзада и Абрама. Они или под страпом, или какая-то вера подняли в Ермолисию. Они выжили, они принесли жертву там, чтобы спасти своих детей, говорили, за их себя. Но Павел говорит, они так и не вожгли в покой мой. Почему? Они постоянно возмущались, постоянно роптали. Но о каком покойе может быть? С ними идет Господь. В шалбе огненно и облачно. Он их помнит, он их помнит, он их охраняет. Китайцы, ну так, уже на этих вещественных свидетельствах. Они должны были доверять, радоваться им, что он с ними. А у них как проблема? Вы пришли к Моисею, к Моисею, у нас проблема. Как ее решить? Давайте будем молиться Господа. Так они решают? Нет, они сначала возмущаются, ропщут. Они даже собираются уйти назад в Египет, восстают против Моисея. Моисей молится, решается проблема. Но поверьте! Они не вошли в покой мой, потому что они так и не поверили. А вера это больше, чем какая-то форма соблюдения даже субботы. Это доверие Господа, это быть послушным, это не возмущаться, это не кричить в конечной методе. Но, взять в конечной методе, Господь видел и говорит, сорок лет они распространены. Не войдут они в покой. Если имеются в виду, коль они не имеют покоя у Бога, если они Ему не доверяют и не верят, тогда же войти в обретованную землю они так и не будут иметь покоя. Хотя те возмутителей не вошли. По третьей главе, все под покоем подозамываются и пойти в обретованную землю. Вошли дети. История повторяется. Моисей повторяет эти слова при Боге. Вы не повторите ошибку ваших родителей. Наконец-то даже не в ваших делах, он в вашем Боге. Но оцените это, будьте благотарны. В противном случае, если вы не будете иметь покоя в Боге, верить Ему и доверять Ему, вы так и не верите покоя. Павел повторяет для христиан из евреев свое время. Не верите. Вы теперь слышите эти слова. Более того, перед нами распредь истинный покой во Христе Иисусе. Та верта в Едеме. Та жертва в Едеме. Это ад из Божьей, который решает проблему греха. Вы приняли его. Держитесь его. Не ослабевайте в вере. Вы слышите этот принцип. Поэтому покой в Божьей. Памятные Сихи, последующие Сихи говорили. Если вы во силу покоя в Розах, если вы приняли Христа Иисуса в веру, если вы вступили в Завет с ним, если вы стали народом Божьим для народа Божьего, то дорожите этим правительством. И тогда Господь решит не только проблему вашего прощения, но и вашу греху, Господу, и вы пройдете в истинный покой в Вечность. Ну, так я думаю. Спасибо большое. Деревство, насыщих очень красиво раскрыло эту мысль, что очень часто понятие войти в покой Христа ограничивают. В субботы. Так были и Христики, понимали, так помимо их да и вне Израиля. Вот субботы – это покой. Они не сделали ничего, вроде бы ничего не совершали, был покой. И в то же самое время, находясь в этом покое, многие из них думали, как бы Христа что? убить, находясь в субботнем покое. И мы понимаем то, что отметили выше, я думаю, что мы не можем войти в субботний покой, если в течении всей недели над нами Господство вошел суета. Здесь не говорится, что мы должны выйти из этого мира. И вот, напомню, я бы хотел прочитать отрывок из нашего родительского комментария на посланник евреев, покой, о котором здесь сказано, покой благодати – это истинный покой веры. Мы входим в Божий покой, когда уразумеем Иисуса и послушно Его голосу, когда проявляем веру в Него, когда оставляем наши собственные усилия, чтобы заслужить спасение, когда будем твердо держаться исповедания нашего и когда приступаем к престолу благодати. Те, которые войдут в этот дух, должны стерегаться сердца упалого и неверного, ожесточения своего сердца. Они должны стараться войти в Божий Бог. То есть, безусловно, суббота – это символ особых наших взаимоотношений с Богом, день похоронения Бога. Но если на протяжении всей недели, если на протяжении всей недели мы не имеем покоя в Отецке, в субботу мы можем быть в покое в Отецке? Как мы светим, мы спасаемся, дела не идем, где будем. А когда вы наше взаимоотношение со Христом? Имеем ли мы действительно Божий покой, имел радость на протяжении всей недели? Иисус Павлович, уже частично этот вопрос затонули, отвечая на предыдущий вопрос. Но все-таки, если вот сумелось, как нам узнать, вошли ли мы в покой Христа или, по крайней мере, ходим ли мы в него? Какие-то, может быть, есть определенные тесты своезвластные, которые помогут нам завязывать в покойстве? Ну, я частично говорил, как проверить, ну, если это касается людей, которые еще не знакомы с подлинной Евангелем, то Павел Апостол и Египетана и Пасамер, для народа Божьего, значит, я должен стать частью народа Божьего. А тут прожил Апостола, что нам делать, чтобы спасти? Кто будет первого? И креститься, с ними словами, он вступает в совет с Господом, он избирает Господа своим личным прощением, Спасителем. А Господь показывает, теперь вы мои дети. Мое наследие. Вот через крещение я даю Богу право решать судьбу моего мира и моего отмытия. Поэтому как проверить? Но если брать и третий, то эта голова начинается, заканчивается, показывает нам, обращает наше внимание на новосоветней истине о ходатайе, о первосвященнике. Мы имеем такого сегодня первосвященника, такого ходатая. Поэтому верую те не возник через неверие. А вера, это не только, как уже говорили, совместное заявление. Если брать по посланию Апостола, павла к евреям, вера есть осуществление. Ожидание. С другими словами, это не просто согласие. Я принимаю, что Христос спаситель мира. Я это понимаю. Но это еще не вера. А вера, я принимаю Христа Иисуса своим личным спасителем. Это должно осуществиться в моей жизни. Я верю, что Господь дает силу молять. Это знание. А Господь дает мне силу. Словом, это живое общение с ним. Но не более того. Сегодня в какой-то степени... Ну, все мы в это неспокойное время, в последнее время, как и все жители на нашей планете, стрелоши и вирусами всякими, и болезнями. И вдруг, как случилось сегодня с нашей сестрой, она почила в Господе. А почему Господь не слышит? А вдруг и меня не услышит? А вдруг и я заболел? Да. Рано или поздно все эти заболениями от одной, от двой, от десятых болезней. Это закон века на этой земле. И я лежаюсь на берегу. Опросил ли он мои грехи? Поэтому Христос сегодня, как первое священие в небесах. И Павел говорит, мы ходим с ним по святой святим, другими словами, я его избираю своим родам, своим защитникам, своим спасителям. И поэтому, помните, как в очень простой Евангелии во Дне Апостола проповедовалось. Кто будет веровать и креститься, то спасен. Спрашивают меня, ты спасен? А что я говорю? Но если не споткнусь, а каждый день споткнусь. Но если выдержу до конца, я выдержу. Точно не выдержу. И получается, акцент не на Хриске, акцент не на небесном статистике, а, конечно, не только на себе. Спрятался от Господа, как Адам. И хочу решать проблему спасения. Поэтому Христос говорит, имеющий Сына Божия, подскажите. И будет верить. И если не споткнется, то будет. И если выдержит до конца, будет. Поэтому это, нас вот дает это заверение, которое доводит нам. Показательский истинный покой. Представьте себе, если я уменьшен, что я спасен. Так вот, дорогие, не сложите все проекты, которые встречаются. Все это не забыло. Поэтому вот так я могу сказать. Спасибо большое. Действительно, дорогие друзья, сегодня был очень важный урок. И вы знаете, когда мы к нему готовились, тоже обсуждали все новомодные пересмотрели действительно свое отношение к тому, что суббота, однозначно, да, я имею в виду 4 заповедь Закона Божьего, это важно, но что покой во Христе, это больше. И нельзя светить субботу, войти в субботу, если на протяжении недели мы не имеем тесных взаимоотношений с Христом, мы не знаем Его лично, мы в суете, в беспокойстве, в опыте, а в субботу вдруг мы одеваем правильный костюм, говорим правильные слова, выражения, потом суббота заканчивается, мы начинаем жить новой жизни, в кавычках. Потом опять суббота мы такие, правильные, без суеты, без критов, без опыта, без стенаний, в субботу опять все правильно. Так не бывает. И тем самым мы идем по пути государственных церквей, которые делят жизнь человека на, когда он находится в храме, и на мирскую жизнь человека. Поэтому главное не учат это посещать храмы, ставить свечку, граница перед иконами, а потом человек выходит за пределы храма, живет своей жизнью. Вот этим может стать для нас и суббота, если мы действительно покой Божий, имеем только субботу. Покой Божий. Итак, сегодня мы с вами говорили об очень важном логике, который действительно, как сказал Степан Степанович, уже отметил, и смысл которого он предопределит нашу с вами вечную участь. Имеем ли мы покой во Христе? Если мы хотим иметь этот покой, если у нас есть с этим покоем определенные вопросы, и мы хотим действительно быть ближе с Христом, и иметь покой, радость, общение с Ним не только в субботу, но каждый день наша неделя, а суббота, чтобы была особой днем, днем завтра, давайте все вместе обратимся к нему в единую молитву, через усадь и спасающую. Сидите, люди, я нас за свой, и для наших родителей в садах и печали, за то, что мы принадлежь, в которой ты так будешь нам и рад, что ты так будешь нам и просто, ты остановил нашу, в чем здорово, в нашей традиционной семье, ты вступил в завет с нами, и мы, Господи, согласились, быть частью народа моего. Тебе наше прощение, Тебе наше оправдание, Тебе наша сила, наша победа, и наша вечная, учитесь, Господи, поэтому благослови народу, благослови церковь. Мы осознаем и понимаем, что великое значение имеет субботний день и святость, субботнего дня, Господи, но помоги нам никогда не забывать, что Ты являешься нашим прощением, Ты нашим освящением, и соблюдая субботу, мы свидетельствуем, что Ты наш, Господь, посвящающий нас, совершай эту любую работу и пошли истинный покой в сердца наши во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Пожалуйста. Аминь.